Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области проведут профилактическую вакцинацию граждан из группы РИСКО, которые постоянно контактируют с другими людьми. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Светлана Архипова. В группу РИСКО входят следующие горожане. Работники образовательных учреждений и медицинских организаций, работники социальной сферы и сферы обслуживания. Также прививка будет нужна государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органам власти и местного самоуправления. Это связано с тем, что в регионе сейчас неблагополучная эпидемиологическая ситуация и отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, особенно среди детей от 7 до 14 лет. А за последнюю неделю в регионе зарегистрирован подъем заболеваемости на 30%. Берегите свое здоровье и прививайтесь. За сутки в Самарской области зарегистрировали 264 случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 71 248 человек. За последние сутки выздоровели 179 пациентов. Всего из больниц выписались 67 281 человек, переболевшие COVID-19. Более 677 тысяч самарцев уже прошли первый этап прививки от коронавируса. Свыше 485 тысяч человек поставили уже два компонента вакцины. Записаться на процедуру можно в своей поликлинике, а можно сделать прививку, не отходя далеко от дома. В Самаре работают мобильные пункты вакцинации у крупных торговых центров. Подробнее Мария Левина. Екатерине Антоновой немного за 30. Сегодня она сделала уже второй компонент прививки от коронавируса в мобильном пункте вакцинации у крупного торгового центра. Говорит, удобно, не нужно ходить далеко от дома. У меня есть в общении люди возрастной категории, которые находятся в зоне риска. Родители, бабушки, дедушки, ну и дети. Поэтому решила. Считаю, что важно, потому что статистика смертности растет. Но не хотелось бы этого. И болеть не хочется. За последние две недели медики фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Вакцинация сегодня – основная защита от недуга, говорят врачи. Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились не менее 60% населения. В первую очередь это касается работников сферы услуг и тех, кому приходится коммуницировать с большим количеством людей. Сделать прививку можно в своей районной поликлинике, а можно и воспользоваться услугами мобильной выездной бригады. Процедура в этом случае ничем не будет отличаться. Также врачебно-суэрсно-патеринская бригада проводится осмотр пациентов, оформляются и согласия, все то, как положено, в полном объеме. И проводится вакцинация. И первый этап, и второй. Востребованность вакцинации у самарцев растет с каждым днем. Сейчас ежедневно только в одном мобильном пункте прививаются 80 человек. Чаще всего пациенты выбирают спутник ВИМ. Мобильные пункты вакцинации работают у крупных торговых центров. Космопорта, Амбара, Меги и Авроры. Прививочные кабинеты доступны во всех больницах. Среди них есть и круглосуточные. Мария Левина, События. В Самаре установят памятники почетным гражданам Самарской области, герою Советского Союза Владимиру Чудайкину и первому директору Куйбышевской шоколадной фабрики Елене Шпаковой. Об этом стало известно во время встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с главой города Еленой Лапушкиной и героем социалистического труда, председателем клуба почетных граждан Самарской области Максимом Аваденко. Уже проведена большая работа с городской администрацией. Имеются эскизы монументов. Есть поддержка со стороны общественных организаций. Обсуждаются и места установки памятников, сообщил Максим Аваденко. Их могут установить уже в юбилейный год, 170-летие губернии. Сегодня в Самарской области запустили четырехполосное движение по мосту через СОК. Об этом сообщили в региональном правительстве. До полного ввода объекта в эксплуатацию остается совсем немного времени, и случится это на год раньше. Предстоит завершить работы по установке барьерного ограждения, нанесению разметки, благоустройству прилегающей территории, установке знаков и освещения. Возведение нового моста параллельно существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. Уже к концу 2020 года подрядчик набрал темпы, которые позволят сдать объект досрочно. Благодаря губернатору Дмитрию Азарову было получено дополнительное финансирование из федерального бюджета, что позволило сохранить темпы строительства и выполнить работы, запланированные на более поздний срок. Кадровые изменения в областном правительстве. Владимир Терентьев покинул пост вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Самарской области. Об этом стало известно сегодня, в пятницу 16 июля. Напомним, он занял этот пост в июле прошлого года. 19 сентября россиянам предстоит выбрать депутатов Государственной думы Российской Федерации, а самарцам еще и депутатов Самарской губернской думы. А пока предвыборная гонка в самом разгаре. Депутат Госдумы Александр Хинштейн подал уведомление в избирательную комиссию Самарской области о выдвижении в качестве кандидатов депутата Государственной думы 8-го созыва по 158-му одномандатному округу. В этот избирательный округ от Самарской области входят Железнодорожный, Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский и Самарский районы городского округа Самара, городской округ Новокуйбышевск, муниципальные районы Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский и Нефтегорский, а также часть муниципального района Волжский. Кроме Александра Хинштейна, по состоянию на 15 июля от 158-го округа заявлено еще три кандидата. Надо и важно быть ответственным перед людьми за те обязательства, которые ты на себя берешь, за те слова, которые ты даешь, за те проекты, которые ты начинаешь. Для того, чтобы их дальше сопровождать, эти задачи выполнять, необходимо получать новый мандат доверия от людей. В Самаре продолжают благоустраивать улицу Куйбышева. Сейчас здесь занимаются установкой новых опор коммуникаций. Часть линии электропередачи проложат под землей, освободив при этом старый город от паутины проводов. За работами наблюдала Мария Левина. Улица Куйбышева – одна из визитных карточек города на Средней Волге. Этот маршрут выбирают для экскурсий туристы, да и сами самарцы не прочь провести здесь время. В этом году улицу преображают, высаживают новые деревья, цветы, устанавливают изящные фонари, которые вписываются в городскую среду исторического центра. Здесь занимаются установкой опор коммуникаций, их запланировано 42 – от Пионерской до Шостаковича. В воздухе оставят лишь некоторые линии связи, большинство же проложат под землей, тем самым разгрузив пространство от лишних проводов. Контактная сеть останется в том же виде. Единственное, что понятно, что на наших опорах размещены линии оптоволокна, размещены линии безопасного города. Все это будет убираться в землю, в кабельную канализацию, то есть останется непосредственно наша контактная сеть и часть кабелей электросвещения для наружного света. Благоустройство улицы Куйбышева проводят по поручению губернатора Дмитрия Азаровой под контролем главы города Елены Лапушкиной. Жители Самары уже замечают преображение улицы. Красивые фонари, приятные, старину напоминают, так навевают хорошее настроение. К работе подрядчик подходит нежно, с особой аккуратностью, стараясь не навредить историческому центру с его узкими уютными улочками. Закончить все работы по планам должны до конца лета, однако обещают справиться чуть раньше. Опоры вот уже установлены, они как бы очень красивые. На мой взгляд, показывают старинный час нашего города. То есть, они и современные, и старинные. То есть, на мой взгляд, очень красивые и смотрятся. Сложность в том, что центр города, много коммуникаций, очень узкие улицы, немножко сложно работать. Но я думаю, до 15 августа закончим. Сразу после установки опор начнут работу с переносом коммуникаций. Сбоев электроэнергии при этом не будет, говорят строители. Бесперебойным останется и работа троллейбуса шестого маршрута. Мария Ильевна, Николай Епифанов, События. По программе к формированию комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году новый облик получит около 50 дворов во всех районах Самары. Что важно, благоустройство обязательно проходит при активном участии жителей. Как это выглядит на практике, расскажет Ольга Хомракулова. Народные контролеры. Так себя прозвали жильцы 80-го дома по улице Алексея Толстого в Самаре. Все вместе они поучаствовали в программе формирования комфортной городской среды, разработали проект, а сейчас пристально наблюдают за ходом работ по асфальтированию двора и внутриквартальных проездов, а также установке малых архитектурных форм. С нами согласовывали работы. Как видите, все идет по плану, двор преображается. Сейчас заделают асфальт, приедут вазоны. После вазонов приедет грунт и начнется уже детская площадка. Кроме жителей работы контролируют представители администрации и общественники. Здесь я присутствую как раз с целью мониторинга всех проводимых работ, потому что я являюсь представителем общественности. Администрация города работает очень хорошо. Только в Самарском районе в этом году комплексно преображается шесть дворовых территорий. Кроме того, в нескольких дворах обновят проезды и дороги. По асфальтировке у нас в этом году по плану 21 двор. Все у нас идет по плану. К 1 сентября мы планируем все дворы жителям сдать и внутриквартальные проезды. Также к 1 сентября мы планируем закончить шесть дворов по программе формирования комфортной городской среды. Всего в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразятся порядка 50 дворов во всех внутригородских районах Самары. Ольга Хамракулова, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Мария Левина. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В России ожидают повышение экспортной пошлины на нефть. Когда это случится? Да, это действительно так. Эксперты прогнозируют повышение уже к 1 августа. Изменится и размер пошлины на топливо. Но обо всем по порядку. А начнем с курсов валют. Официальный курс доллара на 17 июля – 74,11 руб. Евро – 87,49 руб. Нефть марки «Брент» оценивается в 73 доллара 68 центов за баррель. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа повысится на 6,3 доллара и составит почти 68 долларов за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 61,5 доллар за тонну. Вырастет и пошлина на экспорт товарного бензина. Она станет немногим больше 20 долларов. В связи с этим эксперты прогнозируют рост цен на бензин. Цены на бананы в магазинах достигли максимума за 5 лет, вернувшись на уровень 2016 года и подорожав по сравнению с прошлым годом в полтора раза, по данным Росстата. Россия входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая. В феврале эксперты сообщали о проблемах ритейлеров с обеспечением поставок в Россию бананов из Эквадора. Среди причин называли неурожай, высокий спрос и рост оптовых цен. Еще один курорт появится в Самарской области. Санаторий «Сергиевские минеральные воды» ожидает масштабная реконструкция. Здесь обновят инфраструктуру и корпуса благоустроят территорию. Губернатор заверил, что проект модернизации санатория получит поддержку областного бюджета. Кроме того, область обеспечит в этом месте обновление дорог и благоустройства. Дмитрий Азаров также напомнил, что «Сергиевские минеральные воды» входят в программу туристического кэшбэка. За полгода в Российской Федерации ликвидировано 725 тысяч компаний. Это самый высокий показатель с 2013 года. Такие тенденции связаны с сокращением мер господдержки и переходом части предпринимателей в статус самозанятых, пояснили эксперты. При этом число зарегистрированных в этот период фирм, наоборот, выросло. Оно составило 531 тысячу, что на 34% больше, чем в прошлом году. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. В промышленном районе Самары введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал в четверг, 15 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Согласно документу, эпизодическим очагом стало одной из личных подсобных хозяйств на улице Украины. Туда запрещен проход посторонних лиц, кроме тех, кто привлечен для ликвидации очага. Неблагополучным по бешенству признана территория всего промышленного района. Это означает, что два месяца ветеринарам нельзя здесь лечить больных восприимчивых животных. Владельцам же нельзя ввозить или вывозить зверей, которые могут заразиться, кроме тех, кого вакцинировали от бешенства в течение последних шести месяцев. Кроме того, восприимчивых болезней животных нельзя убивать или снимать с них шкуру. Далее коротко о других событиях дня. На вертолетной площадке могут появиться камеры видеонаблюдения и стационарный пункт полиции. Такое предложение выдвинули самарские депутаты. По мнению народных избранников, данная мера позволит обезопасить общественное место от актов вандализма. В Самарской гордуме уверены, что регулярные наблюдения позволят улучшить сложившуюся обстановку. Депутаты также обратили внимание на сохранение чистоты территории вертолетки и предложили установить отдельную площадку для сбора ТБО. Напомним, открылась площадка после реконструкции 1 июля 2021 года. В Самарский облсуд вынес новый приговор Сергею Шатила за картельный сговор. Напомним, фигурантами уголовного дела были 7 человек, в том числе бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Новосардян. По версии следствия, Сергей Шатила сговорился с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта заключенного с областным Минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования на 768 миллионов рублей. 31 июля 2019 года Шатила по этому делу приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В итоге, накануне, Самарский областной суд заменил Сергею Шатила тот же срок в 3,5 года на условный и снял арест с имущества. Самарца будут судить за нападение на подростка в лифте. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, вечером 1 мая мужчина заметил на улице подростка с сотовым телефоном в руках. Проследив за ним, он проследовал в подъезд дома и зашел в лифт, где напал на юношу. Преступник нанес 16-летнему потерпевшему не менее трех ударов кулаком в лицо, причинив фред здоровью средней тяжести, после чего скрылся с похищенным телефоном за 17 тысяч рублей, рассказали в ведомстве. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Разбой». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Уголовное дело направили в суд. За полгода 2021-го жители Самарской области подали более 18 тысяч заявлений с помощью госуслуг, что на 8% больше, чем за этот же период прошлого года. Об этом сообщили в региональном правительстве. Самарская область стабильно входит в топ 5 регионов России по доле населения, которые пользуются государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Наиболее востребованными услугами на едином портале госуслуг является запись на прием к врачу, запись на вакцинацию от COVID-19 и информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов. В Самаре пройдет летняя спартакиада для IT-разработчиков IT-Olympics. Сейчас объявлена регистрация для участия. Спартакиада пройдет с 28 августа по 5 сентября в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и его федеральной программы «Кадры для цифровой экономики». Участниками могут стать как IT-фрилансеры, так и компании в сфере информационных технологий. Спортивная часть включает не только активные олимпийские виды спорта, но и интеллектуальные виды, такие как питанг, шахматы и шашки. Запланированы состязания по беговому биатлону, дартсу, городкам, перетягиванию каната и бою мешками на бревне. А также предусмотрены соревнования в онлайн-формате по киберспорту. Кесарево не приговор. Благодаря современному оборудованию и высокой квалификации врачей даже самая сложная операция становится легкой и имеет благоприятный исход. Сохраняется главное. Первая встреча мамы и ребенка возможна прямо на операционном столе. Как избавиться от страха и родить здорового ребенка, обсудили в программе «Звоните доктору» на телеканале «Самара ГИС». В гостях в студии акушерогинекологи городской больницы номер 10. Наш корреспондент отправился непосредственно в роддом и готов развеять страхи будущих мам. Ольга Пахомова недавно стала мамой в первый раз. Очень серьезно подошла к выбору роддома. Воспользовалась советами друзей и знакомых, а также рецензиями в интернете. О своем выборе не пожалела и девичьи страхи перед родами не оправдались. Мне был только один страх, что мне будут делать Кесарева и все. А все остальное мне особо не пугало. Однако врачи доказывают, что благодаря современным технологиям и квалификации медиков Кесарева сегодня не страшно, а напротив – безопасно. Но самое приятное, что операция не отменяет главного. Та самая первая и долгожданная встреча мамы и малыша происходит прямо на операционном столе. Первая минута – это, конечно же, обработка новорожденного. И если женщина не противопоказана, это прикладывание груди даже после операции Кесарева сечения. Прямо на операционном столе. Капитолина Яценко – акушер со стажем. Уверена, что одинаковых родов не бывает и быть не может. Все роды по-разному проходят и не похожи друг на друга, как и все женщины. Эмоции всегда слезы. Первые роды, первая операция – всегда были слезы, радости, что ты присутствуешь при тайном таком состоянии. Женщины – рада женщина, рада доктора. Своего первого малыша она приняла у женщины с пороком сердца. В таких ситуациях успешный исход зависит от мастерства сразу нескольких врачей. На родах сердечной патологии мамы присутствует кардиолог и неанатолог. Общими усилиями медики помогают появиться на свет новому человеку. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Уже седьмой год в стране проводится экологическая акция «Вода России». За это время собранного волонтерами на водоемах мусора хватит, чтобы заполнить кузов 48 тысяч камазов. У одной из главных экологических инициатив по всей России более 6 миллионов последователей из 85 регионов страны, включая Самарскую область. Сегодня эта акция прошла в нашем городе. Добровольцы вышли очистить один из пляжей на берегу Волги. Побывал там и наш корреспондент Михаил Ермоленко. Решение стать волонтером студент Алексей Митришкин принял два года назад. Все началось с похода на фан-зону футбольного стадиона, где пригодилась лишняя пара рук. Тема добровольчества с тех пор не отпускает молодого человека, и он всегда готов помочь жителям родного города. В копилке Алексея участие в нескольких крупных акциях. Например, совсем недавно он помогал на параде Победы. Сегодня вместе с друзьями решил внести вклад в экологию Самары и принять участие в акции «Вода России». Узнал я об этом буквально на днях, и как узнал, сразу решил в ней поучаствовать, узнать что-то новое. И с экологической темой я столкнулся в первый раз. Я считаю, убираться нужно всегда, нужно следить за городом, нужно следить за собой. В рамках акции Алексей и 24 его соратника-волонтера решили очистить от мусора один из диких самарских пляжей. У жителей этот каменный берег пользуется популярностью. Здесь любят загорать и просто любоваться закатами вдалеке от суеты других городских мест проведения досуга. Правда, не всегда после таких посиделок отдыхающие горят желанием убрать за собой. Сегодня мы убираем береговую территорию реки Волги, непосредственно там, где заканчивается городской пляж. И люди приходят отдыхать и очень часто за собой, к сожалению, не убирают. Сегодня мы очищаем берег. Это является частью города, находится практически в центре. И если ты уходишь с пляжа, то все равно должен мельцезреть чистый берег и красоту нашей Волги. Необходимость подобных экологических инициатив отметил и глава Октябрьского района. На уборку берега он решил выйти вместе с молодежью. Я думаю, что мы должны заботиться о родном крае не только на каких-то официальных мероприятиях, но и небольшими делами тоже делать территорию лучше. К сожалению, не все люди за собой прибирают. Мы сегодня хотим собрать тот мусор, который остался от предыдущих отдыхающих, ну и который, в принципе, иногда прибивает водой. Поэтому сегодня с пакетами на берегу. Всероссийская акция «Вода России» проводится уже 7 лет подряд и каждый год расширяет географию участников. За время ее существования добровольцами стали свыше 6 миллионов человек из 85 регионов страны. Акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. В Струковском саду открылась цифровая выставка «Самара литературная». Это собрание исторических фактов из жизни известных писателей и поэтов, оставивших свой след в летописи губернии. На 15 стендах судьбы, фото и воспоминания 29 знаменитых литераторов. Идея принадлежит МТС. Компания активно работает над продвижением имиджа Самарской области. Ей принадлежат также проекты «Интерактивный гид. Виртуальная прогулка» и онлайн-эциклопедия «Самарская Луки». Подробнее расскажет Гульфия Сафина. Если бы не тоска по семье, я был бы совершенно счастлив здесь. Как-то раз Лев Толстой написал Афанасию Фету. И как вы думаете, о какой местности шла речь? Конечно же, о Самарской земле. Здесь Максим Горький познакомился с будущей супругой, а Марина Цветаева с железнодорожного вокзала посылала открытки сестре в Коктебель. «Самара литературная» под таким названием МТС открывает цифровую выставку в Струковском саду. На стендах под открытым небом самые невымышленные факты о 29 литераторах, так или иначе связанных с Самарской губернией. «Самара не только своей природой, Волгой интересна, а еще и тем, что в Самаре жили, творили, проезжали мимо или какое-то время находились достаточно большое количество известных людей. Каждая сторона каждой стенда посвящена конкретному писателю. Можно прочитать об этом писателе, а с помощью QR-кода скачать книги этого писателя». Один клик и серия произведений автора благодаря сервису МТС «Библиотека» на вашем смартфоне познавательно уже замечают жители и гости Самары. «Замечательные, конечно, такие фотографии старинные, и вообще это, конечно, очень интересно. Можно даже никуда не ходить, можно просто здесь пройтись, почитать, и уже представление будет о Самаре». Литературная выставка проработает до 15 августа. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!